приветствую всех из одессы друзья будем играть сегодня с мюнхенской баварией баварией который мы проиграли все три матча в прошлом сезоне проиграли мы их не без борьбы конечно но тем не менее проиграли абсолютно все не можем мы пока что победить мюнхенскую баварию но в этом сезоне мы подходим более сильным коллективом к этой встрече хотя и бавария показывает чисто по результатам более интересную игру чем в прошлом году на данный момент мюнхенский коллектив идет на первой строчке турнировой таблицы ну а мы пытаемся от них не отстать поэтому грядущий матч будет очень и очень важен для нас конечно чисто по календарю еще не скоро этот матч нам предстоит вон она где мюнхенская бавария в конце следующего месяца но я думаю что многие игры сегодня мы просимулируем игры за сборную товарищеские мы точно пропустим какие игры в лиге европы в которой уже все решено пожалуй мы точно сыграем с лейпцигом сыграем конечно же с баварией на закусочку сегодня начнем с вольтсбурга ну и на кубок тоже я думаю сыграем да вот так вот мы наверное сегодня и поступим сыграем с вольтсбургом сыграем с кайзерслаутер нам на кубок игру с майнсом просимулируем с хоффенхайм просимулируем просимулируем игры сборной но и пропустим игры лиги европы пытается уйти в отрыв бавария мюнхенская в таблице 24 очка у них у нас 19 но игра в запасе давайте посмотрим где находятся наши сегодняшние оппоненты кстати по пункту майнс 9 10 место а вот вольтсбург идет на 15 строчки давайте мы немного изменим свой график вольтсбург мы просимулируем сейчас а вот игру на кубок мы сыграем и потом мы сыграем с майнсом следующую игру пожалуй основой просимулируем игру с вольтсбургом потом сыграем на кубок вторым составом ну так и будем идти собственно говоря сегодня стараться играть основным составом чемпионате германии где нужно сосредоточить все усилия а кубковые игры кубковые евро кубковые игры будем играть вторым составом ну что же давайте просимулируем эту игру ну и надеюсь ребята не подведут то будут нам наши нужнейшие просто три очка отлично голы на счету полусевский кстати дубль полусевский и кто еще забил ну и антони марсиале отличился в воротах вольтсбурга отличненько взяли мы дежурные 3 очка ну а теперь дело за вторым составом второй состав последнее время подводит нас немножко андре от ребята надеюсь сегодня они возьмутся за голову наконец-таки и покажут хорошую игру тем более важнейший матч важнейший в том плане что в прошлом сезоне как вы помните мы вылетели в первом раунде кубка тогда также нас подвел второй состав но тогда он был намного намного слабее сейчас ребята здесь у нас ой 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 будут играть в свою силу давайте посмотрим что покажут долбик и компания первая наша атака долбик получает мяч артема сразу пробивает опасно смотри какую борьбу гульф навязывает отлично видит он впереди долбик а долбик свой время в свою очередь долбик видит одееме и одееме забивает первый мяч в этом матче 1 0 мы выходим вперед 6 минута друзья отличная игра от артема долбика сыграл он в подыгрыше ну и одееме не растерялся здесь был легкий эпизод для него просто можно сказать не глядя с подъема пробил он по центру вратарь но что был что не был на воротах в этом эпизоде но кайзерс лаунтер сразу отвечает пике не успевает за бойдом но тот бьет по центру ворот подача с углового минье выигрывает вверх но тут ошибочка от вульфа удар по нашим воротам но мимо орган азар флангом видит он там 19 номера это артем долбик пробивал головой выше ворот ой-ой-ой какая ошибка ты кровь кайзерс лаутерна ну и долбик должен забивать артем 2-0 ну подарили нам этот мяч игроки кайзерс лаутерна уверенно пока мы играем надеюсь так и будем продолжать мы ведь такие ребята можем любой момент выбросить азар в отборе в центре поля одеями но пока практически никакого сопротивления мы не встречаем от кайзерс лаутерна атака с атакой вульф ну что это такое снова вульф в этот раз будет подавать вульф подачу в штрафную немного назад здесь эмраджан должен цепляться за этот мяч вставляет свою ногу эмраджан снова на вульфа вульф что придумать вульф ничего не придумал да нет пульса вынимает мячом и снова заряжает выше ворот долбики сгубины отдает надо еми вода еми на рывке может уходить от обороны кайзерс лаутерна немного зарылся до еми тем не менее подача никто не встречает артема долбика зато тот встречается с мячом и отправляет его в сетку ворот 3-0 ну легчайшая пока просто легчайшая не могут выйти игроки к азерс лаутерна со своей половины поля торга назар заряжают но прямо в руки кралю вульф накрывает ну я не знаю просто убийство какое-то происходит на сигналу на парке а вот да боже мой они уже сами себе хотят забить замены в стане кайзерс лаутерна на 40 минуте ну да недоволен тренер гостей ну а чего тут быть довольным 40 минута 4-0 погром думали до еми дубль долбика у последней минуты кайзерс лаутерн буквально два паса не может связать а мы раз за разом выходим на их ворота про издевательский перекидывал вратаря ну еще одна атака на долбика кого пытаются накрыть три игрока долбик немного назад на бранта не дает пробить бранту но по такой игре на второй тайм можем и резервистов выпустить давайте вместо вульфа выйдет к науф неплохой такой бегунок на правый фланг на левую буены гиттэнс отправиться вы давайте может быть молодого ноэля оставим долбика на поле а вот ноэль молодой испанец выйдет вместо объеме но эль с мячом как раз простая передача вперед здесь он ошибиться не мог долбик идет к воротам артем удар парирует храль шульц хорошо буены гиттэнс видит он молодого ой 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 как играет гиттэнс увидели как он подработал себе ну и брант пробивает по воротам мимо ну как так а ноэль на бранта брант видит рывок долбика долбик ускоряется будет отдавать конечно же передачу но здесь надо было забивать головой удар по нашим воротам и кто ноэль там молодой ноэль спасает наши ворота ну и гиттэнс уже выносит подальше ой 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 долбик какая борьба от артема долбика долбик удерживает этот мяч на него еще один оппонент нападает тем не менее ошибка от игроков кайзерства аутона при выходе из обороны мы атакуем минье куда под удар джану можно сказать ну что за цирк ну что ноэль на долбика артем поборется борется долбик а я не проходит передача брант ну как отчаянно играют сегодня наши ребята и сзади впереди боже мой это был удар по воротам но все еще владение за нами что-то положение вне игры кто там так правило ну в принципе уже здесь было позже не вне игры долбику не дал забить юлиан брант нет это не бронт он был такой интересной позе перед воротами кайзерту аутерн в атаке удар по нашим воротам ну и все финальный свисток 40 мы так и заканчиваем во втором тайме мы не забивали в принципе это было нам уже и не нужно по итогу могу сказать что это пожалуй легчайшая победа не только в этом сезоне в принципе за оба сезона игры за брусу горку и главное не зазнаться так сказать не поймать обратный кист на волне такой легкий момент не расслабиться и определились с войсками и что-то мне подсказывает что как раз такой матч сейчас нам предстоит видеть на улице Серега выкупается и как наказывают брагу как и команды катаются до последнего на футбольной модели просто не понимает но и на своей точке он имеет право на ошибках и ванночка форы но на футбольской аварию он не хочет вылечить это а трехперепрочных настроек так много не заглядывали вверх если вы хотите пробить в Награде и наши действия у вас Анишельская у Севска в июне 5 в июне 5 в июне 4 там продолжим побежевый домдобинг по идее но пока вижу хуя два раза с чемпиональчан долго пока в лунке бомбардиров нет мне казалось что в последнее время он в принципе забивает михау на море доля гидроссет пришлась на югу Европы или Кубок Германии у нас чемпиональный так что у нас скорострел марсел ну что и давайте посмотрим на деле нашего командира в основном составе в самых нормальных традициях находится в Майс но в принципе зеленок у них еще достаточно попадательный но мы в полном объеме мы лучшие полиции наших ребят на лучшее настояние и ускорение покажет на лучшую украину три пачка в этой игре пытаемся мы его построить свою атаку Камовинга Беллингем Беллингем с мячом но решился на удар Джуд Беллингем Квадрада ну и Марсиаль издалека пробивает два удара буквально за пару минут в исполнении наших парней шлотербек Беллингем ну что может быть позицию получше Марсиаль для себя найдет Марсиаль не сближается с воротами пробивает ну вот так вот немножко мы поджали Майнс Камовинга на подборе Зюля нужно вернуть Камовинги а вот тот попробует пробить пробивает Камовинга Марсиаль обыгрывается с Мудриком Мудрик идет вперед пасует на Альвареса Альварес немного назад на Марсиале ну и Марсиаль просто идет к воротам Майнса но это слишком нагло Альварес шикарно разворачивается Альварес Беллингем возвращает Альваресу тот выбирает на фуанк отдать на Каусевский тот немножко придерживает мяч ну и Куадрада одна из него немногочисленных в подключении к атаке Камовинга Камовинга убирает оппонента Камовинга стреляет но удар заблокирован Мудрик хорошо Мудрик на Марсиаля Марсиаль что будет делать Марсиаль но пока придерживает мяч Марсиаль там впереди Альварес открывался до сих пор открывается Альварес вот теперь он получает мяаааааач ну и разбирается Хулян Альварес в этом эпизоде 1-0 мы все-таки дожимаем майнс и выходим вперед мудрик поперек это был опасненько бейлингем заряжает бейлингом в ближний угол камовинга казалось накрывают это камовингу тем не менее он заводил мячом мудрик ну сваливается мяч с ноги альварес но много игроков впереди тем не менее альварес пожатничала у ее я это опасный провал положение вне игры но 1-0 это скользкий счет друзья знаем и нашу оборону в любой момент мы можем пропустить поэтому нужно дальше давить майнс тем более ошибаются они мудрик наказывает сходу пробивает миша в дальний угол 20 отлично то что и было нужно марсиаль предлагает мудрику присоединиться к атаке мудрик неплохая подача на дальний угол шлоттербэк заряжает шлоттербэк удар блокирован камовинга пробует но его удар тоже накрывают и еще один угловой снова фланга будем мы идти вперед тут уже и геррера все тот же геррера шикарная передача на марсиаля а тот в одно касание пробивает но вратарь блокирует его удар пытаемся мы накрыть верхов майнса на их половине поля это в принципе у нас получается бэйлинге но здесь нужно забивать конечно же усевский в который распорит просто вернейший момент опаснейшая атака вырисовывается у хозяев поля но гуща альварес хорошо разбирается альварес здесь по усевский пытается под левую свою подстроиться по усевский альварес но мудрый не забивает меньше ну и на этом финальный сесток еще одна игра на ноль сегодня пока идем неплохо в лигу европы мы тем временем переносимся 7 очков у нас здесь возглавляем мы свою группу после первых трех матчей не такой уж и грандиозный конечно гандикап мы имеем но тем не менее я надеюсь что второй состав доведет дело до конца и мы спокойненько выйдем с первого места из этой группы первый матч с хайдуком дома играем симулируем давайте смотрим что у нас выйдет по итогу 31 отличная уверенная победа ну и дубль адеме и еще один гол на счету эмриджана возвращаемся в чемпионат германии и здесь бавария допустила осечку 26 очков у них остается после 11 игр первое поражение в сезоне потерпела минуская бавария ну что же нам предстоит играть дома с хоффенхаймом я надеюсь наша основа возьмет свои три очка и мы выйдем на первую строчку турнирной таблицы но надеюсь не подведут ребята из основного состава хотя если честно есть у меня недобрые предчувствия перед тем как нажать эту кнопку симуляции друзья если бавария проиграла свой матч в чемпионате то что мне подсказывает что сейчас искусственный человек подкрутит и мы также потерпим поражение хоффенхайма ну давайте посмотрим будем надеяться конечно на лучшее симулируем эту игру и что мы имеем 3 1 нет нет я ошибался и это очень даже хорошо в этом случае шульц бейлингем и марсиаль отличились в воротах хоффенхайма и вот так вот уже в ранге лидера чемпионата мы встречаем паузу на игры сборных пока что таверники одни играют сборная команда украина мы будем их симулировать даже с такими оппонентами как португалия товарищ с игры нам абсолютно не интересны один-три мы проигрываем дома но гол на счету миши мудрика и это радует но между делом давайте все-таки посмотрим как там дела у украины в таблице квалификации чемпионата европы скажем так на каком свете сергей ребров принял команду сборную команду украины потому что я сам на самом деле еще не смотрел мы играем одни товарники когда же будут официальные матчи давайте заглянем эту таблицу они играем и официальные матчи потому что собственно говоря играть то уже нечего все игры в отборочной группе сыграны ну и повезло нам сборная украины едет на чемпионат европы 2024 года летом заняли мы вторую строчку в своей группе первую строчку с 15 очками всего одна одно очко нас опередили немцы ну дальше шведы хорваты и исландия усложнейшая такая группа украина заняла в ней второе место очень достойный результат мы посмотрим как мы сыграем на чемпионате европы но пока играем товарняк с исландией исландия была в нашей отборочной группе играем мы 22 еремчук отличился воротах соперника ну и александр зимченко забываем мы за сборную до конца сезона концентрируемся мы теперь на игре за борусью дортмунд мы нам присты сегодня пожалуй первый сложный матч по-настоящему сложный дальше будет мусинская бавария ну и такая гранд репетиция можно сказать принимаем мы дома р.б. лейпциг анти линия канале сумку по улице на острие а так липцига тима вернер кстати не играет против нас не знаю хорошо это или плохо вальверде посмотрите вальверде играет за лейпциг лаймер пешка гвардио костерман симакан хенрикс ну и гулящие на воротах рыба лейпцига ну наш основной состав полностью готов физически я надеюсь морально к этой игре бэллингем ну и сразу фул на джуди бэллингем в центре поля это первая желтая канале с ее получают атаке уже лейпциг борьба но пользу нее пока проигрывает полусевский хорошо мы играем выходим из подпрессинга что дальше альварес на фланг мудрик оставляет этот мяч геррера геррера запускает мудрик а мудрик посмотрите как избегая столкновения мудрик ну почему назад не под удар не отдать там мудрик отдает вперед но тем не менее мы на подборе но здесь нужно уже пробивать хороший перехват на поле не поле лейпцига но на этот раз к мудрик разворачивается дает но альвареса накрывают альварес 1-0 кулиан альварес ой 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 опасный ответ от лейпцига но жора бущан спасает центре перед своей штрафной но тем не менее ой 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 какая передача антони марсиаль марсиаль чтобы делать марсиаль штанга мудрик пишем-то мудрик ну а также шоу ай-яй-яй-яй-яй ну что такое что за возня передача на лайнер тот пробивает поворотом душу на рома винга мудрик хорошо марсиаль под удар пусть севский там на воротах уже альварес стоял гуаще помогал ну и выигрывает он борьбу вольвардой тут же ошибается уже хромой зюли отчаянный подкат ну и бущан спасает нету у нас защитника к сожалению на скамейке запасные для того чтобы подменить юли но поберегу я нашего центрального защитника я думаю мрэджан опорник сможет справиться в центре обороны а вот вынужденная замена удар по нашим воротам крестовина спасает ворота гуще на атом по усевское же впадение дает мудрику тот сразу же теряет мяч постерман канализ поулсен поулсен марсиаль хорошо работает с мячом марсиаль ну все нужно наказывать бейлинге ну и альварес 2-0 пока игры даются ну прям ну совсем без напряга как-то нам конечно лейпциг еще атакует если они сейчас забьют то игра обострится но нет мяч в руках у жоры ой 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 ну лейпциг совсем не собрано играет в обороне нужно было забивать бейлингами у ее опасен кунку не стал пробивать назад отдам но и в итоге что в итоге мы уже в свою контратаку выходим снова не успевают игроки быков у усевский правой ногой будет подавать на мудрика мудри и не получилось пробить гуаси добирается до мяча хорошо мудрый видит конечно же видит он марсиаль а марсиаль спокойненько выходит на ворота ну и забивает антони очередной мяч для себя в этом сезоне 30 анализ можем спокойно может доигрывать принципе эту игру судя по тому как она складывается у лейпцига просто нету вариантов даже добавить что-то посмотрите ну марсиаль снова выходит в ворота марсиаль ну что тут скажешь 4-0 попытка лейпцига показать все таки что-то в атаке кунку неплохо это что удар поворотом от мальварды еще одна попытка флангом канализ очень активен в этой игре с энцио провела поворотом ну что контратаку нашу потяните а игроки лейпцига марсиаль 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 но уже все завелся марсиаль тем не менее видит мишу мудрика мудрик но мудрик не придумал ничего у севский а назад отель валерса ну через третьего ку севский получает все-таки мяч ну и ку севские по традиции мимо ворот 91 минута уже последние секунды этого матча подача в руки пущину финальный свисток очень легкая на удивление победа 40 ну не знаю даже как там дела у баварии хочется спросить в преддверии нашего противостояния но пока быстренько на второй состав сыграет в лиге европы с трапзон спором с того спором первый матч мы собрали в ничью ну а во втором матче дедовом победу одееме и бранты забивали ну вот мы подошли собственно говоря к этой зарубе с мюнхенской баварией друзья форма наша конечно последних играх впечатляет ну что говорит ли нам это о том что мы все-таки одолеем мюнхенскую баварию с четвертой попытки ну давайте посмотрим турниру таблицу я смотреть пока не хочу посмотрим у нее уже после этого матча да наша форма конечно обнадеживает вселяют уверенность перед этой игрой но игры с баварией никогда не давались нам легко смотрим мы на состав мюнхенцев вот таки до немален наш до немален который покинул на в прошлом сезоне и уже успел отличиться в наших же воротах высота землю пускую баварию до немален сильва такая вот атака садио манэ гравим марк гусьяло лимар полузащита ну или защитная линия альфонсо дэвис далихт савич ки них и на воротах мануэль но и вот такой вот состав мюнхенской баварии а у нас друзья не без проблем николасюля у нас все-таки получил нет микро повреждения какую-то серьезную травму не может он сегодня сыграть где-то выпустить вместо него или пике или матца умельсом ну пусть выйдет умельс пожалуй более наигранного первых связка вместе со шоттербэком ну и пике уже наелся пожалуй выступая за барселону в игрок за мюнхенскую баварию нету к нему доверия ну что ж бавария мюнхен боруссия дортмунд пожалуй центральный матч первого круга бундеслиги ой-ой-ой до немали но не дать бы ему разбежаться успевает перекрыть его движение мац хумельс возвращается наша защита а ой-ой-ой-ой-ой это было очень опасно мудрый хорошо марсиаль назад на мудрика мудрый но можно забить здесь миша пока нет выиграл в итоге альфонса дэвис малин посмотрите что творит малин то а как самотверженно он против нас играет дэвис нельзя их отпускать нельзя отпускать этих быстроногих игроков хумельс валит на газон малина без фала мудрый спокойно спокойно камовинга хорошо мудрый накрывают мишу мудрика он выходит из этой ситуации марсиаль в одно касание альварес альварес разворачивается дальше пеллингем ну какая не точная передача мудрый завозился ну миша нужно собране играть это мюнхенская бавария она не прощает дэвис надо не выбрасываться на них ожидают как удавы игроки баварии своего момента на нашей половине поля бернардо ну и снова хумельс просто как букварь читает эту передачу вот эту передачу никто не читает альварес выходит на ворота баварии отдаёт марсиалью марсиаль не забивает лемар малин это очень опасно бушану кто-то поможет бушану или нет три года на линии ворот там один был бернардо сильва и в итоге он сколачивает этот мяч в сетку наших ворот ну как просто стояла и смотрела наша за куда они бежали куда бежал хумельс да а узнаем почерк наших ребят мудрый отлично ну пока праздновали игроки баварии мы выходим сюда так мудрый ну и снова все пятятся от мяча почему малин идет к нашим воротам до немалин пробивать поворотом бушану сейчас углового марсиаль выигрывает борьбу на тут гравен бах на подборе нужно играть ребята садима на лифт манэ ну что это такое 20 рассыпалась беркнувская борусь и просто на глаза где наша оборона один пас посмотрите в центре никого фумерс и зюля просто разбежались как крысы по углам и манезис просто решая буду мы неужели зюля настолько решал обороне или неужели настолько сильная просто это бавария что мы ну никак не можем с ней играть пэлин пэлин гэм пэлин гэм крутит ветки бэлин гэм ну просто не дают ему ничего сделать бэлин гэм теряет мяч квадрата не успевают по флангу квадрата у возвращается квадрата хорошо камовинга и но не дает судья на начать свою контратаку свисток на перерыв мы горим 02 вот эта передача проходит вот эта передачка малин идет на наши ворота отпускает от мяч ну и дает шанс гущину гуща на воротах спокойно мудрик уже паникует но уже дрожь в ногах у наших парней посыпались они откровенно усевский хорошо есть вариантик впереди каусевский да нет никакого варианте к делик все читает а вот так хорошо ну не на мудрик а на марсиале должно было идти эта передача то должен был идти к ворота мудрик конечно тоже в свою очередь мог бы отдавать давайте скажем честно альварес что будет делать альварес попробует править пуля марсиаль возвращает на пеллингем а пеллингем герреру нет не удар это это не удар герреры альварес ждет ждет альварес помогите ему помогает каусевский бездумная подача каусевский отлично разворачивается альварес упас назад на ноэра и бавария спокойно выходит команд с малом и пятимся назад не выходит буща ну конечно же это обрезочка у минс поставляет спину хорошо может быть сейчас бейлингем ну там один марсиале вот от этих-то парней марсиале убежать не может мудрик давай фланга мудря хорошо геррера ну геррера просто вешает свечку никуда бездумная игра в атаке сегодня у нас играет такое ощущение уже бавария на удержание просто свое удовольствие они комбинируют на нашей половине поля 3-0 спокойненько в дальний угол саде амане хумерс где-то сзади бежит шоттер баки не думает на него нападать бушан тут без вариантов ну и на этом все финальный свисток на альянс арене выносите эти безжизненные тела четвертый матч к ряду мы проигрываем мюнхенской баварии я не знаю даже ребята не очень хочется это комментировать мюнхенская бавария но это какой-то непроходимый просто квест для нас сегодня в очередной раз проиграли моим проиграли ну и снова можно сказать не без вариантов забей там верняка момент антони марсиаль распорядись мячом получше штрафной соперника немножко в первом тайме возможно все пошло бы иначе ну и в обороне в обороне просто ужас сегодня был я не знаю сказалось ли отсутствие зюли несыгранная пара в итоге по ходу этого сезона умер с шоттер бэк допустили кучу позиционных ошибок но имеем что имеем очередное поражение от мюнхенской баварии друзья таблицу уже посмотрим в следующем выпуске попробуем оправиться от этого горького поражения очередного поражения от мюнхенской баварии но будем надеяться что в этом сезоне с нами не приключится та же беда что и в прошлом когда после поражения от баварии мы скатились чуть ли не в середину турнирной таблицы мы посмотрим как она будет сможем ли мы отскочить оправиться продолживать навязывать борьбу упорную борьбу мюнхенской баварии за чемпионский титул в этом году очень хочется победить бундеслиги хочется победить любви европы где у нас принципе и дела идут хорошо ну что ж посмотрим как она будет уже следующем выпуске а сейчас будем прощаться друзья огромное спасибо вам за просмотр берегите себя все буду украина мюнхенской баварии